Ежедневно Курский электротранспорт перевозит около 45 тысяч пассажиров. После окончания рабочего дня в троллейбусном депо на улице Кавказской кипит ночная жизнь. Машины тщательно обрабатывают как изнутри, так и снаружи. Внимательно следят и за здоровьем сотрудников. Водители и кондукторы регулярно проходят медицинский осмотр. Весь персонал МУП Курской электротранс при приходе на работу проходит пробу рапопорта. Мы дополнительно добавили контроль температуры и визуальный осмотр сотрудников. Данные заносятся в соответствующий журнал. В случае выявления каких-либо признаков респираторных заболеваний сотрудник не допускается до работы и уходит в карантин домой. Городские автобусы и маршрутки, а это более 500 автомобилей, тоже регулярно дезинфицируют. При санитарной обработке используют специальный хлорированный раствор. Все обрабатывается Акватапсом. Это бактерицидное средство, рекомендованное Минздравом, который содержит 5000 миллиграмм активного хлора и вес таблетки 9 грамм на 40 литров воды. Вот эта концентрация позволяет, будем так говорить, дезинфицировать, уничтожать микробы. В каждой машине общественного транспорта теперь есть специальные средства для дезинфекции салона. Каждому водителю в автобусе необходимо в течение рабочего дня на конечной станции обрабатывать те места общего пользования, которые более используются, поручни, сидения, ну и все остальные места, те, которые есть в автобусе. В Курске работают семь пассажирских предприятий, которые полностью обеспечены всем необходимым для дезинфекции. Весь общественный транспорт города ежедневно проходит санобработку. Станислав Костиков, Алексей Еременко, События дня.